ВЗРАВНАЯ НЕДЕЛЯ ВЗРЫВНАЯ НЕДЕЛЯ для Комитета по расследованию событий 6 января. ШОКИРУЮЩИЕ НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ ТОГО РАКОВОГО ДНЯ 6 ЯНВАЯ ПЯТОЕ СЛУШАНИЕ КОМИТЕТА ПО РАССЛЕДОВАНИЮ СОБЫТИИ 6 ЯНварЯ ШОКИРУЮЩИЕ ПОКАЗАНИЯ ЭТО ОЧЕРЕДНАЯ ИСТОРИЯ О СОБЫТИИЯХ 6 ЯНВАРЯ ПОВЕРГЛА В ШОК Это шокирующие показания по событиям 6 января. Это такое будоражащее, шокирующее, недостаточно сильное слово. Это шокирует. Все в шоке после вчерашних слушаний, посвященных событиям 6 января. Америка в шоке после вчерашних слушаний, посвященных событиям 6 января. Срочная новость о расследовании событий 6 января. Шокирующие показания. Да, это был метет. Нет, вообще-то не был. Утихомирьтесь, всем плевать, эти люди говорят сами собой. И все это в тот самый момент, когда в США дефицит продовольствия. Итак, никто это не смотрит. Во время слушания Комитета по расследованию событий 6 января в середине июня у CNN была неделя самых низких рейтингов с ноября 2015 года. И данные опросов говорят, никому в Америке это не интересно. У нас есть огромные проблемы, в основном экономические. И эти проблемы СМИ полностью игнорируют, может потому что их они не затрагивают. По данным Расмуссон, избирателей больше всего волнуют цены на бензин, инфляция, экономика и преступность. Сегодня с нами Батья Унгар Сарган, заместитель редактора отдела мнений Newsweek. Большое спасибо, что нашли для нас время, Батья. Если вам важна демократия и вы работаете в СМИ, вам следует хотя бы пытаться освещать темы, которые заботят народ вашей страны. Почему бы иногда не сверяться с опросами и не освещать эти темы? Но они так не делают. Почему? Большое спасибо, что пригласили, Такер. И большое спасибо, что начали выпуск с печальной историей Хосе Альбы. Это так важно. Вы всегда берете самую важную тему дня. Вчерашний выпуск – это еще один пример. Вы совершенно правы. Американцев раз за разом опрашивают о том, что их больше всего беспокоит. И раз за разом мы видим одни и те же четыре ответа. Цены на бензин, инфляция и цены на продовольствие, насильственные преступления и рабочие места. Это неудивительно. Две трети американцев живут от зарплаты до зарплаты. Но если спросить журналистов, какие темы больше всего беспокоят их, они назовут изменения климата, украинский конфликт, события 6 января и дезинформацию. Так? Совпадений ноль. В чем причина? Кажется, что в политике. Но как вы отмечаете каждый вечер в вашей программе, Такер, дело в классовой принадлежности. В этой стране огромное классовое расслоение. И один класс может позволить себе роскошь сидеть и целыми днями думать о дезинформации, а другой класс у себя дома решает, на что потратить деньги. На покупку мяса или заправку машины, потому что денег нет. Исторически общество, где правящий класс настолько далек от всех остальных в своих взглядах и экономических воззрениях, становится очень нестабильными. Опасно нестабильными. Вас это беспокоит? Нет, потому что я верю в американский народ. Поляризация – исключительно элитный феномен. И для американцев это просто неубедительно. Но вот что печально. Было бы плохо, если бы журналисты просто игнорировали насильственную преступность или тот факт, что простые американцы не могут позволить себе купить мясо. Но все еще хуже. Эти темы делают табуированными. Если вы скажете, «Меня не устраивает, что прокуроры принимают сторону преступников, а не жертв их насилия, вас назовут расистом». Если вы скажете, «Меня не устраивает, что карантинные меры погубили каждый пятый малый бизнес в Америке, вас назовут убийцей бабушек». Они неверно истолковали свою экономическую привилегированность как добродетель. И это непростительно. Хорошо сказано. Они неверно истолковали свою экономическую привилегированность как добродетель. Я бы сделал себе такое тату. Батя, был рад тебя видеть. Большое спасибо. Спасибо, Такер. Перевод для выпуска взят с ресурса ИНО ТВ. Ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok